Железная логика Все больше военнослужащих НАТО Авианосных групп США уже там на подходе Британии Сосредотачиваются именно в этом регионе И по их подсчетам В ближайшее время Там будет самая масштабная Группировка Масштабная интервенция натовских войск В этом регионе Все активнее Израильтяне и американцы бьют по Сирии и Ливану И вроде как Ответ идет по американским базам В Сирии И в Ираке И вот сосредоточение Вот таких достаточно мощных сил Западных Все больше подталкивает на мысль В том числе и некоторых иностранных экспертов Что речь идет Не о поддержке наземной операции Израиля в секторе газа А речь идет о чем-то большем Возможно даже о подготовке нового Передела Ближнего Востока Поскольку арабские страны пока Отвечают больше словесными Интервенциями Западные страны От словесных интервенций Уже готовы перейти к военным На ваш взгляд Действительно так? Ну да, мы же в принципе это обсуждали Как одну из возможностей Когда еще все это началось Мы о чем говорили? О том говорили, что вот Американцы, Байден Могут сейчас ухватиться за эту ситуацию Значит на фоне того Что успеха запланированного на Украине Не получилось И вероятность того, что он получится До выборов Она все меньше и меньше По крайней мере, например, скажем До этих праймерис Январских В Демпартию Ну уже совсем точно не получится А тогда давайте ухватимся За Ближний Восток На Ближнем Востоке Американцы могут помочь Израилю Справиться с Хамасом Или по крайней мере Изобразить какой-то успех Вот сейчас На данном этапе А одновременно О чем мы говорили Увеличить свое присутствие На Ближнем Востоке Вот об этом Собственно мы говорили Там С самого начала Но если говорить О каких-то более масштабных Ситуациях Как вы вот Например Сейчас употребили Такое словосчитание Как передел Сфер влияния Или передел На Ближнем Востоке Ну я думаю Что это такая Более Конечно Сложная задача Несомненно Да Но Увеличение Западного И в первую очередь Американского Военного присутствия В этом регионе Как Возможный успех Который Американцы могут Американский президент В том числе Да Могут Предоставить Американскому обществу Накануне выборов Как Результат Как победу Да Такая вероятность есть Я думаю Что в этом смысле Все страны Будут стараться Пройти По некой грани Да То есть Все будут стараться Получить Ну в первую очередь Американцы Будут стараться Получить какой-то Результат Который можно будет Выдать за однозначную победу Но при этом Не ввязываться Слишком глубоко В эту ситуацию Потому что если говорить О реальном переделе О реально большой войне На Ближнем Востоке То американцы Сейчас ее не потянут Вот на мой личный взгляд Они просто не смогут Это блеф Вот Потому что Значит Иран уже совсем не тот Если говорить О Ближнем Востоке С Турцией На самом деле Понимание Тоже взаимопонимание Такое Там то ли есть То ли нет Турция Понятно дело Ведет свою игру В этом смысле Конкурируя явно с Ираном За лидерство В мусульманском мире Да В Сирии Находится Российская военная база И Башарасат Конечно За годы Которые прошли Вот с момента Появления там Российских войск Серьезно укрепился Вот Поэтому Какого-то такого Знаете Легкого передела Такого На раз-два Его там не будет Но Под предлогом Под предлогом Например Скажем Всего того Что происходит Резко увеличить Своё присутствие Скажем В той же самой Сирии Или в Иордании Или в Ираке Да И попытаться Как бы Да Что-то там такое Таскать Вернуть себе Или Выдать это за победу Да Американцы Наверное могут Но собственно говоря Это укладывается В формулировку Увеличить Своё присутствие И лечить Своё влияние Многие сейчас Опасаются того Что активность Хизбаллы Которая находится Проиранская группировка Которая находится В основном В Ливане Но частично В Сирии Может привести К тому Что Израиль При поддержке При поддержке США Может опять Оккупировать Южную часть Ливана Как это когда-то Уже было Да В своё время Так сказать Израиль В ответ Как они Ну по крайней мере С их точки зрения В ответ На активность Антиизраильских Разных группировок Действующих С территории Ливана Оккупировал Ну Значительную часть Почти половину Ливана Была Или вообще Половина Ливана Была Оккупирована Как известно И довольно долго Эта оккупация Продолжалась Потом они оттуда ушли Сейчас вот Заговорили о том Что это опять Может Опять может Случиться Вот Но тем не менее Да Мне кажется Что всё-таки Американцы Здесь будут пытаться Что-то получить При этом Особо не потратившись Да Как собственно говоря Они это делают На Украине Как собственно говоря Они это делают Ещё там В всяких местах Вот А к такой большой Действительно крупной Очень крупной войне Они не готовы В том числе Это подтверждает Тот факт Что вот Иранцу Значит Сообщают Что американцы Уговаривают Иран Ничего не делать А сами делают Да То же самое Видимо они делают Со всеми остальными Странами Но в целом Ситуация Для западников Скорее ухудшается Чем улучшается Поэтому Да Они попытаются Максимально Прикрыть Израиль И его Сверх жесткие действия В отношении палестинцев Да Они попытаются Увеличить свое Присутствие На Ближнем Востоке И выдать это За победу В том числе В контексте Американских воров Президента Но что касается Какой-то очень крупной войны Не знаю Я думаю Что американцы На самом деле Это вот Побаиваются Побаиваются В принципе все И поэтому И поэтому Будут так Балансировать На грани Другой вопрос Что вот это Балансирование На грани Оно Тем и опасно Что вы можете Все время Свалиться В неконтролируемый Рост Напряженности И неизвестно Чем это Закончится Это первое Второе Что касается Наземной операции Вот тем же Самым В общем-то Занимается Израиль Тут тоже Есть такой Информационный Обман На мой взгляд Вот если Смотреть На такую Политехнологическую Сторону Этих Рассуждений Сам по себе Термин Наземная операция Он Оформлен В некий Политический Лозунг Скажем так И как бы Вот он Находится На столе И дальше Израиль Не то что дальше Он уже явно Совершенно начал С этим играть То есть О чем я говорю Фактически Наземная операция Уже идет Но Израиль Говорит Что он Наземную операцию Не начинал То есть Это вот Такое Получается Вымышленный Фиктивный Как бы Козырь для торга Вот если Вы не так То мы начнем Наземную операцию Хотя на самом деле Наземная операция Уже идет И израильтяне Будут действовать Видимо так Под прикрытием Американцев Они будут Проводить рейды Будут проводить Наземную операцию Фактически По факту Уничтожая Хамас Но говорить Будут все время Что наземная операция Еще не начата И что может быть Гораздо хуже Поэтому Если вы сейчас Значит Не примите Эту ситуацию Мы начнем Наземную операцию Я думаю Что это Тоже Такая карта В первую очередь Не для игры С Хамас А для игры Как раз С теми самыми Мусульманскими странами И с Египтом И с Ираном И с Турцией И со всеми остальными Кто Более или менее Какую-то Активную позицию Здесь Проявляет Это Игра с ними Здесь одновременно Идет конечно Такая подача Закулисная Потому что я думаю Что и иранцы И турки И все остальные Все это прекрасно понимают Но Израиль Как бы предлагает Такую игру Говорит Ну вот давайте Вы не будете Активно в этом участвовать А мы Значит Сделав вид Что вы этого не делаете Ради палестинцев Чтобы Израиль Не начинал Наземную операцию Мы по факту Будем проводить Наземную операцию Но будем говорить Что мы ее не проводим Вот мне лично Так это видится Это в общем Довольно понятная Такая информационная Политическая технология Тоже для Для экспертов Вполне понятная Ну не знаю По крайней мере Мне вот так вот кажется Эта ситуация То есть наземная операция Уже идет Она будет проходить И дальше А Израиль все будет Так сказать Мумужевать И рассказывать Что она еще не начата Но вот если вы будете Действовать вот так-то И так-то То мы конечно ее начнем Это такая фальшивка На столе Что называется Но она Будучи фальшивкой Все равно уже приобрела Приобрела некий политический вес И стала фактором Вот в этой самой игре Вот мне лично так это видится Ну и обращает на себя внимание Разноправленная реакция На принятую Генассамблею ООН Резолюции О перемирии На Ближнем Востоке Китай заявил Что Должны стороны Придерживаться Этой резолюции Надеется Китай на перемирие Что она будет выполняться С другой стороны Израиль резко против Хотя и не собирается Выходить из ООН В том числе После заявления Гутерриша Об этом заявил посол В России Ну и громкое заявление Министр обороны Чехии Сделала Призвала вообще Выйти Чехии Из ООН Из-за вот этой Мирной Резолюции Генассамблеи Казалось бы Где Чехия Да и где Палестина с газой Но тем не менее Там тоже нашлись люди Которые Вот по такому По американскому Направлению Действуют Так или иначе Вот эта резолюция Она будет Она вообще выполнима Или нет Не ну она вообще Выполнима Потому что Ее смысл В призыве Вот срочно Прекратить боевые действия С обоих сторон То есть Да И Значит Начать перемирие Собственно Тут ничего такого Сложного В этом Но тут шантаж Начался Шантаж начался В частности Чехи говорят Давайте выйдем Не будем соблюдать И выйдем Из ООН Конструкция ООН разрушена Да хорошо Про воинственных Чехов Чуть позже Да Вот Но по поводу Эта резолюция Просто в первой части Я уже мельком упоминал Мне лично интересно Вот что Конечно Ее не будут выполнять Израильтяне Вот Но интересно Во-первых То что ее приняли Она значит Была предложена Арабскими странами Вот И интересно то Что против Проголосовало 14 стран Включая США Израиль Там их Ближайших союзников Еще раз повторю Это вот обозначило Мне кажется Вот ту самую ситуацию Которую Американцы Двигают весь мир Значит они и их ближайшие союзники Против всего мира Против всего остального мира Там Да Там было несколько десятков стран Которые воздержались Да Это тоже так Это правда Но по крайней мере Они не проголосовали против То есть не присоединились напрямую К позиции Американской И израильской Да То есть вот это Лично для меня Вот это интересно То что действительно Оформляется ситуация По которой Все больше вопросов В этом мире Где американцы И их союзники Против всего остального мира Американцы Совершенно так сказать Да Не знаю Понимают Или не понимают Куда это ведет Но это ведет При нынешнем раскладе сил Это ведет К вот такой поляризации Гораздо более худшей Для американцев Чем была поляризация Во времена Советского Союза Потому что во времена Советского Союза Было так Был значит Запад И был Советский Союз Соответствующим там Блоком стран У Запада У американцев Было НАТО У значит У Советского Союза Организация Варшавского договора Да Ну и тоже Плюс еще какие-то То есть страны Которые там Рядом находились Да По позиции А за весь остальной мир Как бы да Шла так сказать Условно говоря Конкуренция А сейчас все ближе и ближе Мне кажется Хотя это может растянуться На долгие годы Ситуация хуже Для американцев Чем она была Во времена Холодной войны Когда С одной стороны США и НАТО А с другой стороны Весь остальной мир Вообще весь Практически Да По отдельным вопросам Готовы в принципе С американцами Значит Сотрудничать там Где это выгодно Но идеологически Весь остальной мир Против Америки Я не знаю Понимают это американцы Не понимают Видят они Не видят Но мне кажется Это совершенно Очевидная вещь Это вот такая тенденция Опять же Я не знаю Сколько это продлится Как это там Закончится Но мне кажется Что вот Ход дела Именно такой Развивается Именно в эту сторону Запад против Всего остального мира И это конечно Поражение По крайней мере Это чревато поражением Потому что Идеал Запада Был Совершенно другой Запад во главе Остального мира Весь остальной мир Восхищается Западом И поклоняется ему А как следствие Подчиняется А получается Совсем другое Запад значит На самом деле Идет по пути Озлобления Собственного озлобления И огораживания Своих позиций Весь остальной мир Идет по пути Растущей ненависти К Западу Что касается Согласия Или поклонения Это даже Близкого уже нету Какого-то поклонения И согласия С западными ценностями И вообще Все меньше и меньше А подчинение Тоже Оно просто На глазах Исчезает Просто на глазах Исчезает И все Все эта ситуация Очевидно Меняется